Московского подрядчика-мошенника, который обещал построить и реконструировать 11 объектов Нижегородской области, начали судить в Арзамасском суде. ООО и СБ должно было строить ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, детсады, физкультурно-оздравительные комплексы, очистные сооружения, разные объекты в разных районах области. Забрав сотни миллионов бюджетных рублей в качестве авансов, работы они бросили. Было возбуждено уголовное дело, руководителя в Москве задержали. Сначала он был под арестом, но теперь на свободе. Но его все-таки судят в Арзамасском суде, где они должны были построить детский сад. Получили аванс в 40 миллионов и ничего не построили. Евгений Юрьевич, как вы можете пояснить хищение 170 миллионов? Почему не сданы социально важные объекты? Иван Анатольевич, скажите, пожалуйста, почему были сорваны сроки 11 социальных значимых объектов строительства? В настоящий момент без комментариев. А почему? Семеновские очистные сооружения и конструкции так и не произведены. А почему она была не произведена? Центр культурного развития Арзамаса только на 14% выполнена работа. Почему на 14%? А почему не вернули аванс? Где деньги? С самого начала видно было, что они не объект пришли строить, а надо было сломать им сразу лабораторный корпус, когда он не мешает вообще ничему. То есть они выхватывали максимальные объемы. Делать реконструкцию почти под полмиллиарда и когда? Здесь 150 человек должны ежедневно. Вот тогда что-то будет. У них, видимо, задушивать ничего нет, кроме вывески, по-моему, ничего нет. Набрали наших местных, которые начали здесь работать, кинули их. Наши ребята собрались им морду тут одному начальнику, набили. Деньги им выплатили. Наши местные уже с ними работать не стали. Для меня было с самого начала ясно, что они ничего не построят. Ладно еще, если как... Вовремя их остановят и заберут те деньги авансовые, которые им выдали. А много не получили? Ну, миллионов 200 с самого начала. Говорит, ты для меня не начальник? Когда я здесь их остановил, говорю, стоп, ребята так не делают. На следующий день ясно, что все начальники наши приехали. Они сказали, а что вы тут этот какого, договориться, что ли, не можете общий язык найти? Я с жуликами общий язык не хочу находить. Вижу, что они не специалисты, не умеют строить. И тем более действующим предприятиям создают проблемы. Я поискал, посмотрел, что, оказывается, на этих товарищей были заведены уголовные дела еще по предыдущим этим делам. Ну, по какой-то причине, я не знаю, закрытые. Думаю, нахватали столько этих. Караул, куда область? Смотришь, что посмотреть не могу. И если я нашел в интернете их подноготную, они-то что, не могут, что ли, найти? Что-то нам можете пояснить. Ну, все, он разберется с судом. Вас обвиняют в мошенничестве. Евгений Юрьевич, а вину признаете? Сейчас комментариев никаких не будет. Сейчас только первоначальная стадия судебного следствия. Комментарии какие-то преждевременные. Я вижу, он даже не под стражей, да? Уже маленький шажок, маленькая победа есть. Согласно признанным обвинениям, не менять фактического колодца ОИСБ и распоряжения расчетных средств с считанием ОИСБ, которые якобы похищали с денежных средств, путем вывода через поломаналитовских целей последующего наличия. Указанных действий я не совершал. Снижение преступных слов, нахищение бюджетных денежных средств не вступал. Ни одной копейки из похищенных денежных средств я отжирования получал. Единственное лицо, которое указывает меня как на лицо совершившей хищение вместе с живым, это он сам. Половляя, что он оговорил мне за месяц, то мы якобы вместе с ним руководили ОИСБ, якобы бюджетные денежные средства похищали вместе. Но я признаюсь я виновным в части оказания пособничества к живому Ивану Анатольевичу, в совершении хищения им бюджетных денежных средств, во всем пяти меняем без угроза. Евгений, вы во всем обвинили Ивана. Неужели вы не подозревали, что строительство не ведется, реконструкция не ведется? Иван, ваш друг Евгений обвинил во всем вас. Как вы к этому относитесь? И вы заранее не собирались выполнять все обязательства. Правильно мы поняли? Кстати, компания ОИСБ теперь внесена в черный список подрядчиков. Руководители обоих судят по статье мошенничества, организованной группой лиц в особо крупном размере. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Третья мошенничество by мошенничества в особо крупном размере. Продолжение следует...